Казахи в Астраханском области составляют всего 14%, при этом среди погибших они составляют почти половину. Вы называете эту мобилизацию геноцидом малых народов? Молодая, красивая бурятская девушка, один из лидеров фонда «Свободная Бурятия», которая проживает в России, я подчеркиваю, именно в России, в своем интервью рассуждает не только о своем народе, а о родственных народах, о бурятах, якутах, калмыках, хотя, наверное, якуты ближе к нам, казахам. В общем, о всех малых народах она говорит и отдельно останавливается на казахской теме, потому что выражает свое недоумение, почему казахов, которых очень много в Российской Федерации, хотя живут и столь разрозненно во многих регионах России, но не могут организованно выступить против вот этой вот кровавой бойни, которую развязал Путин в Украине, и вследствие чего много казахов сейчас невинно погибают на территорию Украины, в Украине. Она делает практически правильный вывод в своих высказываниях, до конца, правда, не оформив эту мысль, но намекает на то, что Казахстан слишком тихо себя ведет в данной ситуации. Я имею в виду государство Казахстана, казахское общество, казахский народ, который живет в Казахстане, она недоумевает, почему Казахстан громко не заявляет, не обращается к своим братьям, российским казахам, с призывом хотя бы временно выехать на территорию Казахстана, не призывает Путина остановить эту бойню в отношении своих кровных братьев Кандастар. Казахи сотнями гибнут сейчас на фронтах российско-украинской войны, и вот эта молодая, красивая, умная бурятская девушка не понимает, почему казахи в Казахстане спокойно на это смотрят, не митингуют возле российских посольств, не призывают казахов бежать в Казахстан, не помогают казахам бежать в Казахстан и так далее и тому подобное. В общем, слушайте внимательно, а тот, кто хочет послушать это интервью полностью, переходите по ссылке из описания к этому видео. Татистический отдел в лице Марии Вьюшковой и Евгении Шархонова проводили полностью весь анализ официально признанных погибших, более около 6 тысяч погибших с российской стороны, и делали подробный анализ именно национального состава, потому что бурят обвиняли во всех зверствах и убийствах мародерцев в этой войне в Украине. Мы решили проверить, сколько же там на самом деле бурят этнических, и получается 70% погибших были русские, буряты составляют 2,5%, казахи 2,9%, и татары тоже около 3%, очень много тоже татар погибло. У бурят, допустим, самые большие потери были на первые 20 дней войны, то есть отправили в эту мясорубку, и у нас четверть, получается, всех погибших, бурят, пришлась на первые 20 дней войны. У тувинцев большая часть погибших пришлась уже на лето, то есть их потом уже отправили к казахи, то есть равномерно, как русские погибали со всех сторон, просто по той причине, потому что они живут везде, то есть нет такого, где войны в одном регионе, и они живут во всех регионах, соответственно, они служат в разных воинских частях, которые тоже в разное время бросали, видимо, в эту мясорубку, и погибали они, соответственно, равномерно, так же, как и русские. И по нашим подсчетам, то есть если у нас вот точные данные есть на сентябре, начало сентября 204, если отслеживать такую же динамику, получается, на сегодняшний день погибло от 230 до 250 казахов, получается. Почему мы не слышим так казахов этнических, тувинцев даже, какого-то голоса протеста антивоенного, ну или, по крайней мере, не так громко они звучат, там нет активистов или что? Насчет казахов я не могу сказать, мне кажется, потому что они, опять же, живут раздробленно и живут по всем регионам России. И тувинские активисты, они, кстати, делали протесты в Туве, женский митинг в Сахаре, в республике, тоже был большой-большой митинг. Но казахов вы вообще нигде не слышали, да? Вот и мы не слышим их. Почему так? Мне кажется, то, что они оторваны уже просто, наверное, от Казахстана, если бы какие-то были связи, и они бы не шли воевать, допустим, на территорию чужого государства в Украину, как-то их собрали бы, не знаю, делали, ну, не знаю, можно было бы больше, наверное, как-то антивоенную тоже деятельность сделать. Ну и плюс они все разрублены по всем регионам, там в Азраханской области, Омской области и так далее. Продолжение следует...